Девушки отдыхают И много наличных всегда пригодится Что это было? А это ты мне скажи Чудище это или человек? Мои люди называют его Ума И считают монстром Но мне кажется, это человек Только страшный, как говно Ордаля Ума? Странное имя Ну да, странное, но он мне другого-то не назвал Значит, он умеет говорить? Не Я спросил, мол, как звать? А он ничего Только тычет себе в нос Палец ноги Ну, тут я хватаю его за руку И спрашиваю А тебя как, Саву? А он Смотрит на меня, как на глупого И будит такой У-у-у-ума Вот, вот так прицепилась На монстра он не похож Хотя медальон при нем дрожит Странно, откуда он тут взялся А, с ним смешная вышла история, да Я его в карты выиграл Что смешного в этой истории? Ну, поехал я как-то в Новигран Развеется, вкусить, так сказать, радости и большого города Остановился в трактире А там как раз игра Вот, и я присоединился Харта мне шла Прямо, вот как по маслу Ободрал я сукиных детей дочестно А один торговец особенно взъярился Он-то просадил все, что привез со скеллиги Страшно хотел отыграться, понимаешь? Вот я и согласился Я спросил, что он может поставить А он показывает это чучело Ну, интерес скверный Ну и хрен с ним Я дал мужику шанс отыграться, чё Он шансы не использовал Так вот уродицы попал во вродицы Вот и песенке конец Ну теперь ты самый настоящий барон Даже шут придворный есть Да Хотя Я вот чувствую, что с ним что-то не то То есть? Он вроде больше зверь, чем человек А с другой стороны у него вот У сукиного сына есть чё-то такое умное в глазах Не знаю, может кажется Ты видал такое? Нет, не видал Но с виду он не опасный Ну ладно, ничего он Жрать много не жрёт Клопот покуда не доставляет Так что пускай ребята веселятся Мне пора, прощай Ну будь здоров Надеюсь, что ты найдёшь дочь И будешь для неё хорошим отцом Пошла Ну что, паскуда? Пошла Девушки отдыхают 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 Я тебе помогу. Готово. Добрые боги, мне тебя послали. Есть теперь кому у нас часовинки чинить? У меня уже есть ремесло. Я ведьмак. А не реставратор древней деревянной архитектуры. Ведьмачье дело со злом бороться. А хулиганы эти окаянные, они похуже чудовищ будут. Если что увижу, я поправлю. Но сворачивать с пути я ради этого не стану. А тут везде близко. Боги тебя направят. Облегнело от голода. Субтитры делал DimaTorzok Кто-то там себе под нос бормочет. На. Ну что же вы, люди! Дегон, хоп-хоп-хоп! Не береги, сударь! Что, может, чужак? Хочешь поучаствовать в турнире? У нас честный кулачный бой. Предупреждаю. Йоныш мужик злобный. Любит кусаться. Это как? Ну поглядим, какой он злой. Тогда... Сейчас мы увидим бой между Йонышем и путешественником! Всюду хамство. Приблуда! Победил Йоныша! Кто знает, может, в Велине скоро будет новый чемпион! Тебе бы еще с кузнецом подраться. А красивая у тебя висюлька! Вперед, плотва! Вперед, плотва! Если бы не хозяйки, что в чаще правил... Приветствую! Вы по какому поводу? Я по поводу объявления про лишачиху. Ты его дал. Так и есть я. Вы бы этим не занялись? Вы же ведьмак, верно я понимаю? Я такого видал на картинке у бабки в книжице. Монструм или же ведьмака описание. Ну, как сейчас помню. Нам-то жуть. А для вас что там какая-то лишачиха? Я займусь этим. Кто-нибудь видел эту лишачиху? Может о ней рассказать? Старый Вильям должно быть видел. Но он вам ничего не скажет. Слабое у него было сердце. Нашли мы его утром на полях. Так что люди-то теперь боятся по ночам выходить. Но вы поговорите с Агнеттой. Она на краю деревни живет. Вроде она видала призрака. И с ней ничего не случилось? С ней? Да она троих мужей пережила. С такой-то бабой и лишачиха не сдонжит. Ты тот самый белоголовый. Говорят, ты можешь рассказать о том, что он не может быть. Ага. Говорят, ты можешь рассказать про призрак? Да, видела я ее. Лишачиху видела. Как тебя сейчас вижу, ведьмак. Как она выглядела? Попробуй ее описать. Ну, по правде сказать. Не то, чтобы я ее разглядела. Смеркалась уже. И тут мне какое-то облако бледное поблазнилось, будто пар. Подошла я ближе, а облако густеть начало. И увидела я, будто лицо в тумане. И что было потом? А что должно быть? Думаешь, я ждать буду, покуда она мне вся покажется? Побежала я в деревню рассказывать. Ясно. Говоришь, она появилась сразу, как стемнело. Это важно, спасибо. Будь здорова. Будь здорова. Здесь шла женщина, босиком. Ткань. Возможно, часть платья. Она зацепилась за кусты. Судя по расстоянию между следами, она бежала. Потому и порвала платье. Кто за ней гнался? Кто за ней гнался? Убежать она не смогла. Он ударил ее ножом и перерезал ей горло. Странно, что нож он оставил. На нем засохшая кровь. Это может приговориться. А в эту сторону он тянул тело, здесь видны следы. Убийцы отнес тело в лес. Но дело не глубокое, он спешил. Что-то торчит из него. Письмо? Похоже девушку убил отвергнутый возлюбленный. Полуношница. Старосты наверняка знал эту девушку. Надо будет его расспросить. Не отпускай его! Заража! Убийцы! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наша Зуля? Не может быть. Такая добрая была девушка, такая ладная. Может, вы знаете, где они встречались? Ну, молодые-то обычно на поляну ходят. На запад от деревни, за поля. Зуля, добрые боги. Ты тот самый белок... Продолжение следует... Придется изгонять призрака, а для этого надо привязать его к месту. Я ищу Неллина, охотника. Ты его нашел. Чего тебе? Я ведьмак. Насчет объявления. Когда ты последний раз видел жену? Пять дней назад, на рассвете. Я выходил на охоту, а она спала. Когда я вернулся, ее уже не было. Заметил ничего подозрительного? Может, она странно себя вела? Нет. Она веселая была, улыбалась, как всегда. Она не сбежала, если ты об этом. Может, она отправилась в соседнюю деревню и забыла предупредить? Нет. Моя сестра никогда не пропадала так надолго. Вы пробовали ее искать? Мы спрашивали в деревне, но ее никто не видел. Должно быть, она вышла, когда все спали. А я сколько раз говорила, чтобы она одна не ходила. Никогда она меня не слушала. Мы с мужиками прочесали лес. И слета. Я посмотрю в лесу, может, вы что-то пропустили. Поспрашиваю еще людей. Она тут с кем-нибудь дружила? Ганя была. То есть, она и есть. Скорее, скрытная. Иногда за детьми кузнеца приглядывала. А в деревне больше всего с Гленной сошлась. С женой мясника. Спасибо. Попробую ее найти. Но ничего не обещаю. Тетя, а придет сегодня тетя Ганя? Ну и меч. Мой дядя тоже такие делает. Можно потрогать? Лучше не надо. Он очень острый. Я хочу поговорить с твоим папой. Когда-то я ковал мечи. А теперь все больше косы до мотыги. Если хотите хорошее оружие, лучше езжайте в Новиград. Я хотел спросить про Ганну. Говорят, она иногда присматривала за твоими детьми. А, тетя Ганя. Ты знаешь, где она? Нет, потому я к вам и пришел. Может, она вам говорила, что куда-нибудь собирается или еще что? Говорила, что надо есть брюква, чтобы зубы были крепкими. А я видел, как она в лес пошла. В какой-то другой тетей. Я тогда вышел за хату, чтобы синяк не мочить. Уже почти светло было. В лес? Тогда больше нет ее. Почему? Вокруге стая волков завелась. Никто из деревни в лес не заходит. Один только Неллен не боится. Но так ведь он охотник. Ты не присматривался к той другой женщине? Знаешь, кто это был? Нет, она впереди шла. Я ее не видел. Спасибо, будьте здоровы. Давай, навались! А, ведьмак! Как грузный же ты! Эй, есть кто живет? Если да, можете выходить. Вы уже в безопасности? А, ведьмак! Что тут случилось? Нильфгардцы пришли. Грабили. Искали золото, будто оно у нас когда-то было. Кто их перебил? Не вы же? А я-то и не знаю. Нужно быть те местии, каких вы убивали. Чем-то тут смердит. Я не о трупах. Что случилось, то и случилось. Чего ворошить? Вы что-то скрываете? Я собираюсь узнать, что именно. Да нет тут ничего. Даже черные ничего не нашли. Не стой на пути. Не стой на пути. Не стой на пути. Продолжение следует... Это работа гулей. Это был неравный бой, у него не было шансов. Челюсти способны раздавить панцирь. Его ударили о землю с большой силой. Внутреннее кровотечение. Запах крови еще сильный. Попробуй пройти по нему. Попробуй пройти по нему. Что здесь случилось? А что тут должно было случиться? Прошу последний раз. Что стало с нильфгеарцами? И что за этой дверью? А я почем знаю? Послушай, если ты мне все не расскажешь, вы все можете умереть, понятно? Ты готов взять на себя такой груз? Под деревней Хады. Хады? Развалены эльфские. Мы оттуда выгребаем потихоньку всякие разности для новиградских купцов. Никто не думал, что оттуда что-то полезет. Раскопали мы одну коморку, а там спала бестия. Отпорки мы посворачивали, чтобы свод обвалился. Ну, должно быть, чудища не прихлопнули. Как выглядел этот монстр? Под землей темно было, я не видел. Тогда как он убивал нильфгеарцев? Я сбежал. Так что не рассматривал. Давай сюда ключ от двери. Ты хочешь туда войти? Нет, я пролью воск по бородке ключа и угадаю, кто сидит под землей. Давай. А теперь поправь меня, если я ошибаюсь. Вы докопались до логового чудовища, засыпали вход, но нильфгеарцы откопали его заново, когда искали сокровища. Бестия убила черных и вернулась в логово. Вы хотели их похоронить, но трупный смрад приманил гулей. А потом появился я. Так все и было. Не иначе. Теперь я спущусь вниз. Если меня долго не будет, бегите. Заколачивать дверь гвоздями толку нет. Из туннелей наверняка есть другие выходы. Клочки меха. Это и Кима. Она залегла здесь в спячку и дремала, пока мужики ее не разбудили. Доски наверняка можно поднять. Кима. 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 Пробитый доспех разорванной артерии. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...